здравствуйте всем это наташа и я сегодня буду звонить звонить тем моим подружкам друзьям которые мне дали телефон и хотели бы чтоб я им позвонила и я с удовольствием это сделаю и сейчас я буду звонить татьяне татьяниной в город калининград так я не вижу вопроса и и к сожалению здесь я выписала ее номер телефона а вопрос то я вот как-то потерял к сожалению но сейчас мы все узнаем и она у нас нам задаст вопрос который она хотела бы задать так сейчас то на момент я так просто к моему стыду великому я не не записала просто записала только телефон поэтому обычно я люблю на теле сразу за 3 а здравствуйте можно мне татьяну татьянину здравствуйте танечка здравствуйте как у вас дела как у вас сегодня день прошел здорово я к своим к своему великому стыду я выписала ваш номер но вопрос я не записала какой был вопрос я просто просто и вы меня может вы у меня не буду а а просто так внимательно смотрю но я посмотрю что я уже подробно потому что я уже дома под но рассказываю историю, которая у вас была с Дзерри, когда вы президента перепутались, сказали, что это... Да, это была смешная история. Я всех смешу. Я вообще смешную историю, сейчас своих друзей смешу. Ну, это здорово. Я посказала, говорю, вот я смотрю блогера такого-такого, говорю, это вообще, говорю, это что-то, говорю, а когда позитивно, говорю, другому я уронил целый канал, а это, правда, уже давно было. Сейчас уже надо всем говорить, что есть канал, смотрите. Здорово, да, это такие смешные истории, и я делюсь с американцами этими историями, они тоже рассказывают своим друзьям, вот. Да, я тоже говорю, говорю, она умудрилась, говорю, из России, говорю, женщина, она умудрилась, мама тоже работает в таких местах, как Танчеркабан, а она, говорю, еще раньше сели, рассказывает эту свою историю, говорю, и все, говорю, проникаются к ней таким позитивом, говорю, что она покупает мне так же. Вот так смешно, где она, скажем, будет спать ему. Теперь у меня весь день хорошо прошел, наверное, и вечер. Ну и здорово, очень я рада, очень-очень рада. Как у вас, походу? Все хорошо, у нас погода теплая, вот мы сейчас в данный момент снимаем на видео ваш звонок, Саша держит камеру, и вот мы с вами разговариваем. Вы уже все знаете Сашу, да? Алло. Да, очень поражает мальчик, такой молодец, 19 лет, сам поехал, машину купил, сам квартиру нашел, молодчина мальчик такой. Я подписалась на его канал, правда, еще не все смотрела, но подписалась. Спасибо. Спасибо, Саша говорит. Да. Танечка... У нас немножко звук с вами отстает, поэтому ничего страшного. Наверное, да. Сегодня посмотрела я видео с Винни и так удивила. Винни казался такой мягкий, добрый такой, весь он такой прям это... И когда он стал заставать оружие, аж страшно стало, такой мачер. Да, Винни такой еще у нас. Что у вас, вы это уже. Еще он такой, у нас столько этого оружия, ну здесь в Америке, как бы его можно легально, естественно, покупать. Он любит это оружие, перебирает, хвастается все время им. Мы иногда ездим там в поле, в какое-то пострелять, как тир себе устраиваем, ну там, где разрешено. Да, делаем. Я когда Винни рассказываю, что нас в третьем классе учили разбирать и собирать оружие, то, конечно, он рассказывает просто всем друзьям. Он не может поверить, как это мы в третьем классе собирали калашниковые, разбирали за одну минуту. У нас был такой, какой-то военная подготовка, что ли, у нас был урок, или что-то такое было в школе. У вас было такое? У нас тоже была военная подготовка. Было, но было класса с седьмого или восьмого, с седьмого или шестого. Может, да, может, я преувеличу не с третьего. Было, да, калашниковые собирали, в тире стреляли. Но это шестой, седьмой, восьмой. Да, наверное, наверное, я перепутала. Но я так не помню, что встретила. По-моему, шестой, седьмой. Ну, может быть, везде по-разному. Нет, моя ошибка, да, наверное, шестой, седьмой. Но мне казалось... Нет, может быть, разная. А я просто училась верзаться в Ташкенте. Может быть, да. Может быть. Седьмой, седьмой. Может, не знаю. Потому что, я говорю, может быть, седина чуть-чуть окричалась, я не знаю. Но, в принципе, вот было видео про советские времена. У нас также было всё, и гудрон, и жвачка передавалась. Всё так же было. Да, да. У меня, помню, я принесла в школу жвачку, которую мне прислали родственники из Латвии. И я принесла всё, что они мне прислали. И я положила в портфель, и на перемене у меня всю эту жвачку украли. Я шла домой, я думала, меня там убьют и похоронят. И думала, всё, и моя жизнь закончена. И, конечно, папа был расстроен, мама была расстроена. Но меня не убили, но сказали, что больше ничего в школу не носила. Потому что я всем в школе показала, смотрите, что у меня есть. А потом у меня это всё из портфеля и утянули. До сих пор не знаю, кто. Никогда уже не узнает. Расскажите мне, Танечка, вы замужем, у вас есть дети. Я хотела спросить, вы замужем, у вас есть дети. Где вы работаете? Я замужем, но у меня гражданский брак. Уже 17 лет. Сыну 15 лет учится в школе. Здорово. Как его зовут? Я сама имею маленький свой бизнес. Сток одежда. А мужа? Сына как зовут? Сына зовут Владислав. Мужа зовут Саулюс. Он у меня летожит. О, здорово. Я хочу передать твоему мужу Саулюсу, твоему сыну Владиславу привет. Привет из Америки с любовью от Наташи из Рыбинска. Спасибо огромное, Наташенька. Я вас сейчас слушаю, и у меня такое ощущение, как будто мне звонит какая-то близкая подруга или родня. Да я и есть близкая подруга. Смотреть Флориду, смотреть, а теперь вас смотреть, конечно, жалко, что я в Флориду всю, там, у меня каждое утро начинаются Флориды, Самвел, Людмила, Наташа. Сейчас даже Самвел я же смотрю вас постоянно. Здорово. Ну Самвел тоже классный, конечно, такой интересный. И Марина у нас тоже интересная. Ну вот мне тоже как-то, к сожалению, смотреть некогда, я потому что работаю. Классный, да, классный, классный. Классный. Да, да, времени немножко не хватает, все пересмотреть хочется, иногда все, иногда, правда, допускаешь, но потом догоняешь тему, все это пересмотришь по-быстрому, и как бы всегда в курсе. И поэтому, я говорю, эти люди стали, как, как раз дня какая-то, уже интересно, а что произошло, а что там случилось, а как там дальше, а какой развитие, там все. Да, 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 а какая погода у вас сейчас? Огромное спасибо Пертайс и Людмиле. Погода у нас, ну, где-то 20 градусов, уже осень наступает. Людмиле, я обязательно передам привет. Тепло, теплая осень и теплая зима. Приезжайте к нам в Калининград, у нас есть Палтийское море. Да, да, я знаю, я знаю. Я не была никогда в Калининграде, но я знаю многих, кто из Рюбинска туда ездил, у многих там родственники. Да. Жалко, что у нас с тобой, жалко, что у нас с тобой звук отстает, мы с тобой с друг другом разговариваем, и получается, что я сказала, а ты уже начала другого предложения, потом тебя это обрывает, потому что я тебе что-то сказала. Очень странная связь сейчас, в данный момент, как-то, ну, такое бывает. Ну, ничего страшного, это просто я ещё немножко торопыга, я всегда спешу, я всегда тороплюсь, быстро-быстро говорю. Помню то видео, когда ты говорила, что ты быстро говоришь. Я думаю, господи, Наташа, ты по сравнению со мной ещё медленно говоришь. Я вообще торопыга, тораторка. Да, ну вот я иногда, меня так заносит, что я сама себя уже не понимаю, приходится остановаться. А я ещё вспомнила ту чудную историю, я её мужу несколько раз пересказывала тоже, как ты потерялась в магазине и думала, что тебя муж, американский муж, что тебя бросил. Да, да. И когда ревела, я это всё представила так ярко, я говорю, мужу рассказывает, представляет, говорю, она вышла на ту сторону, говорю, и плачет, говорю, и там, говорю, полмагазина собралось, я её успокаиваю, и говорят, что ей деньги дадут, что её отправят домой, чтобы она не переживала. Я говорю, а муж с той стороны бедный пищит. Ну, это хохма, конечно. Ну, да, да, это вот, конечно, я с того времени только узнала, что эти, как они, плазы, они такие, как двойняшки с обоих сторон, абсолютно ничем не отличающиеся. И если, не дай бог, ты это не знаешь и выйдешь с другой стороны, ты даже не подумаешь, что ты вышел с какой-то не той стороны. Ты же, Саша, смотрела-то? У меня не видно. Танечка, спасибо большое вам за звонок. Я думаю, что я вам ещё как-нибудь позвоню обязательно. Просто сейчас, в данный момент, звук немножко так подкачивает, что как-то мы обе с тобой мучаемся. Да, спасибо, спасибо огромное за ваш звонок, Людмиле, Саше, Вине, Дугласу. Всем-всем-всем привет. Обязательно. Очень-очень люблю ваш канал. Желаю вам много, миллион подписчиков, чтобы у вас было хорошее развитие и у Саши, и у вас, и у Люды. Хочу, чтобы справедливость у Люды восстановилась. Огромный-огромный вам привет. Спасибо. Да, спасибо большое и обязательно передам. Всё будет хорошо у всех, я уверена. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спокойной ночи. Танечка, мне очень-очень обидно, что звук такой был задерживающий. Наверное, опаздывал на полминуты, я думаю, звук. И, конечно, ну, всё равно разговор получился очень приятным, очень классным. Мне очень приятно, что ты просто меня узнала, когда я сказала алё, ты тут же узнала, что это я. Это просто здорово. Значит, мы с тобой очень близкие подружки, потому что близких людей обычно узнают сразу по голосу, как только они говорят алё. Спасибо вам большое за ваш конверсейшн, хотела сказать, за ваш разговор. И будем дружить дальше. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...